Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Чаипашки Ниндзя Легенды. И сегодня мы продолжаем играть в составе от подписчиков. Составы буду брать из прошлого видео. Буду начинать с самых первых комментариев и буду продолжать снимать пока есть возможность. Что ж, начнем. И первым написал и оставил свои комментарии подписчица с ником Волчица Бянка. Мой состав Сплинтер, Шреддер, Карай, Змея Карай и Супер Шреддер. Что с удовольствием иду навстречу. Причем, друзья, Сплинтер, Карай и Змея Карай нашлись сразу же. А вот Шреддер и Супер Шреддер, насколько помню, находятся где-то у меня в конце видео. Вот где-то вот здесь должен еще быть Супер Шреддер. Да вот и команда будет сформирована. Супер. Ну что ж, вперед битву. Давайте-ка посмотрим, насколько будет хороша команда от Волчицы Бянки. И первым делом сейчас я попробую выбить это у нас Бакстера Муху. Вот вражеского лекаря. Карай пытается его отравить. Как видите, только ранило. Но ничего страшного. Семья Карай сейчас его добьет. Отлично. Супер. Дальше уже в бой ввязывается Шреддер. И мы атакуем вражеского Сплинтера. Удар сверху. Очень мощная атака. И противник уничтожен. Отлично. Кроме того, не забываем о защите. И Супер Шреддер активирует свое сердце. Благодаря Мутагену у нас проявляется несколько положительных эффектов. Бафов. Это дополнительная защита. Плюс исцеление на три хода. Супер. Ну, кроме того, давайте-ка пусть вот Сплинтер помедитирует. Усилит нашу команду. Благодаря медитации. И продолжим атаку. Тем временем Микки, вот классический, танцует забавный танец. И прокачивает дополнительную атаку. Враг атакует. Вот. Макмен плюется ядовитой отрыжкой. А Раф. Раф это у нас. Раф Евгения вражеский пытался атаковать. Ничего страшного. Итак, подключаем в змею Карай. И пытаемся заплевать ядом Макмена. Урон нанесен. Как видите, враг достаточно силен. Но ничего страшного. Итак, подключаем Карай. Который наносит мощные удары Макмену. И добивает противника. Супер. Кроме того, Шреддер из мультика, используя особую технику, восстанавливает силы и здоровье нашего отряда. И нам осталось только наносить добивающие удары. Итак, Супер Шреддер метает костяные кунаи. И уничтожает Микеланджело классического. Ну а бой, думаю, закончит Учитель Сплинтера. Удар тайной катаны, спрятанной в посохе. Он выбивает Рафа Евгения. Просто супер. Итак, идеальная победа, идеальный бой. И мы идем с вами дальше. Прорываемся все выше по турнире на лестнице. Да, думаю, сегодня, друзья, мы прорвемся в Лигу Мастеров. Где играют очень сильные бойцы. Ну что ж. Очередная команда от подписчиков. И следующий написал подписчик с ником Степа. Мой состав. Сплинтер, Супер Шреддер, Заяц, Самурай, Леофильм, Шреддер Мультик. Ну что ж, без проблем, дружище. Вот, кстати, несколько персонажей у нас получается как с прошлой битвы, но не все. Итак, ищем Лео из фильма. Где-то он посерединке, насколько я помню, должен быть. Лео из фильма, походу, вот он. Да, отлично. По-моему, здесь есть еще Шреддер из мультика или Супер Шреддер. Да, Шреддер Мультяшный. Вот, восстанавливаем героя. И пятый персонаж, это у нас Супер Шреддер. Вот, где-то здесь сегодня, опять же, участвовал. Но не критично, сейчас мы его восстановим. Да, давайте-ка я перепроверю команду. Сплинтер, Супер Шреддер, Заяц, Самурай, Леофильм и Шреддер Мультяшный. Ну да, вот такой вот неплохой состав. Итак, идем к командой от Степана, Степа, подписчика, и попробуем сейчас сразиться с вражеской командой. И в начале боя у Саги и Зимба кролик Самурай прокачивает благодаря особой технике дополнительную защиту и контратаку. Вот несколько положительных эффектов, видите, в виде зеленых иконок висят, усиливает нашу команду. Ну а я дальше уже буду пытаться уничтожать Керби-мыш вражеского лекаря. Очень мощная атака Шреддера, но, да, друзья, с первого удара не удалось, но так как атака двойная, вы видите, вот Шреддер добивает противника. Отлично. Дальше давайте-ка, друзья, используем атаку Супер Шреддера. Смотрите, как бьет круто своими кассивными кунами, но опять же не добивает. И да, это двойная атака. Вот, ну что ж, Хану не сдобровать, Супер. Вот, тем временем, давайте-ка еще попробуем по тесту особую атаку Сплинтера. Он бьет по язвимым точкам и выбивает Мандагека. Супер. Ну что ж, осталось только усилить нашу атаку. Вот, для этого Лео использует тайную технику, усиливая, вот, дополнительную атаку для всего нашего отряда. Ну и враг не дремлет. Микки, оригинальный, бьет нучаками. Вот, ранил немножко Супер Шреддера. Вот, Донни оригинальный наносит массовую атаку с вертолета, но контратака Сплинтера добивает врага. И я думаю, бой уже закончит Шреддер. Он призывает низ, которые идут в бой, и сметает остатки вражеского отряда. Просто супер. Ну что ж, хорошая победа, хороший бой, и мы идем с вами дальше. Итак, прорвемся ли Лигу Мастеров? Скорее всего, нет. Еще несколько, один или два боя, и тогда уже мы прорвемся повыше. Ну а я беру следующую команду от наших подписчиков. И это у нас подписчик с ником Arman41k. Так, можно мой состав. Супер Шреддер, Лео Космос, Эйприл Анил, Слэш, Кожеголов. Пожалуйста, очень прошу. Так, хорошо, дружище, без проблем. Итак, выбираем команду от Arman41k. Супер Шреддер. Супер Шреддер, Супер Шреддер. Кстати, у Супер Шреддера вот есть особая атака. Вот, костяными кунами сподземли. Сейчас, я надеюсь, мы ее сделаем. Итак, Лео Космос, вот он, отлично. Эйприл Анил, замечательно. Сейчас я попробую активировать этого героя. Супер. Итак, Слэш и Кожеголов. Двое из мут анималов. Так, Слэш, 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 Слэш. Что-то не вижу ни Слэша, ни Кожеголов. Вот есть Кожеголов, и рядом должен быть Слэш. Замечательно. Итак, команда от Arman41k сформирована, и мы идем с вами дальше. И что я хочу сказать, друзья. У врагов есть прикольный герой. Лекарь это Раф классический. Его я буду бить в первую очередь. Но вначале, благодаря образу капитана Раяна, пусть Лео космически защитит нашу команду дополнительной защитой. Вот такой вот интересный баф в виде зеленой иконки со щитом, что очень здорово помогает защищать отряд. Кроме того, давайте-ка я еще наложу на наш отряд исцеление на три хода. Особая техника Шредера, Супер Шредера. Да, кроме того, еще более усиливается защита. Это очень даже здорово. Эприл Анил тем временем вызывает помощь. Опять же, усиливает нашу команду. Супер. Ну а вот теперь давайте-ка атаковать. Итак, Слэш при помощи ударом Булавы пытается расплющить Рафа. И, скорее всего, это у него получится. Да. Вот что значит особая атака. Вот. Кроме того, Кожеголов пытается запугать врагов. И с каким же эффектом? Вот. Не вижу, друзья, что прошел эффект. Только вот Кожеголов привлек себе внимание. И противники вынуждены атаковать его. Итак, удар Слэша не приносит особое повреждение. Рокстеди Кролик пытается забодать нашего героя. Тоже не проходит удар. И все благодаря броне и дополнительной защите. Итак, Доне из мультика удалось уничтожить нашу броню. Но, я думаю, ненадолго. Итак, Лео космический мстит за друга. Стреляет в Доне мультяшного. Снимает большую часть жизни. И Супер Шредеру осталось только добить его в метну в свои костяные кунаи. Да, супер. Итак, этот враг уничтожен. А дальше уже в бой идет Эйприл Анил. Она метает свой Вейер Тисон. Вот, как видите, враг выжил. Но, я думаю, ненадолго. Слэш напрыгивает и давит вражеского героя. Супер. Вот, в бой подключается Кожеголов. Хватает Крэнга как дубину. Он наносит серию мощных ударов. И ранит Слэша. Вот. Как видите, враг выживает, но ненадолго. Итак, мощнейшая атака от Лео из космоса. Он бомбардирует врагов при помощи фугетоида на космическом корабле. Враг, опять же, выживает, но ненадолго. Супер Шредер вонзает кассиные кунаи в земли. И шипами из-под земли закончивает сегодняшнюю битву. Да, это было здорово. Хорошая победа. Хороший бой. И, конечно же, мы идем с вами дальше с составами от подписчиков. Так, движемся по турнире на лестнице. И с 15 места попадаем на 10. Что ж, супер. Итак, очередная команда от наших подписчиков. Давайте-ка я посмотрю, кто это. Итак, Степа. Так, Степа, Степа, очень много комментариев. Извини, дружище, каждому подписчику по составу беру. Поэтому вынужден твой пропустить. Вот. Так, следующим написал подписчикам с ником Радик. Привет, можно состав Дони Ролевой, Микки Космос, Лео Мульти, Крафф оригинальный и Сплинтер. Без проблем, дружище. Вот, ищем Дони Ролевого. Кстати, Дони Ролевой один из моих любимших персонажей. Сейчас покажу. Так, Микки Космос. Ищем героя. Ищем героя. Не помню, где точно находится Микки Космос. Но сейчас попробую его найти. Так, походу, я его где-то пропустил. Вот. Итак, еще раз внимательнее. Микки Космос, Микки Космос. Не вижу, друзья. Вот он, нашелся все-таки. Отлично. Итак, Лео Мультик. Замечательно. Вот, дальше мне нужен Раф оригинальный и Сплинтер. Ну, давайте-ка я сначала добавлю Сплинтера. И начну искать Рафа оригинального. По-моему, он где-то в начале. Нет, Дони и Микки в начале, а Раф оригинальный где-то дальше. Вот он. Супер. Итак, здорово. Команда собрана. И напоминаю, команда от подписчика с ником Радик. Так, что с врагами? Микки Классический, Нейтрализатор, Раф Классический, Бибок и Донни Классический. И в начале боя, давайте-ка, друзья, я натравлю Космический Маффин на Рафа Классического. Нельзя позволять ему исцелять врагов, поэтому как бы лекарей я такую в первую очередь. Вот, мощный бросок. На Рафа Классического удалось навешать цепи, но и защите не надо забывать. Вот на таких уровнях 2-3 удара в одного героя, он может слиться, поэтому Донни Классический прокачивает дополнительную защиту. А вот теперь можно и атаковать, и пытаться добить врага. Да, Лео из мультика добивает вражеского классического Рафа. Вот, дальше уже я попробую усилить нашу команду еще в Медитации Сплинтера. Вот, и я думаю, сейчас будем выбивать врага понемножку. Итак, Раф оригинальный атакует нейтрализатора в прыжке. Очень сильная атака. Как видите, враг выживает. Вот, в свою очередь враги прокачивают атаку. Это уже, кстати, не очень здорово. Вот, придется, друзья, сейчас тогда бить массовыми атаками, либо придумывать еще что-то. Вот, тем временем, вражеский Микки классически атакует. Биба пытается навредить нашему Рафа оригинальному. А Донни, вот, классически обстреливает нас из вертолета. Ну, как видите, благодаря дополнительной защите урон минимален. Вот, тем не менее, попробую сейчас добить Донни классического, чтобы он больше не использовал массовую атаку. У него, кстати, еще одна массовая атака. По-моему, запуск кофейной машины. Да, вот, Микки космически добивает противника, но нейтрализатор использует хвост телепорт. Вот, особую атаку, ничего страшного. Сейчас мы ему отомстим и добьем врага. Так, вот, удар лазерными танфу и враг повержен. Отлично. Ну, а тем временем, вот, Донни ролевой призывает пиццу. Вот, усиливает нашу команду. А бой, надеюсь, закончит уже Лео из мультика своей особой атакой. Выхватывает две катаны, он превращается в стальной выхаре, но, как видите, враг выжил в шоке. Ну, что ж, еще одна атака. Вот, учитель спинтер ударом тайной катаны выбивает Бибопа, а вот Раф оригинальный пытается забросать словами, как сюрикенами, вот, вражеского последнего героя Микки классического. Да, это победа. Просто-просто супер. Ну, что ж, как видите, идеальная победа, идеальный бой. Все враги повержены. Ну, а мы идем с вами дальше. Итак, да, мы прорываемся в Лигу Мастеров на первую звездочку. И здесь идут очень сильные бойцы. Конечно же, в Лиге Мастеров на третьей звездочке это вообще самые крутые бойцы. Ну, надеюсь, в следующем видео мы туда прорвемся. Итак, друзья, следующий состав от подписчицы с ником Кристина. Можно всех черепашек Космос и Шинегами. Без проблем. Без проблем ищем Космо Черепашек. Плюс Шинегами. Ищу, ищу, друзья. Постараюсь никого не пропустить. Итак, Лео Космический. Мик Космический. Донни Космический. Вот и Раф Космический, кстати, у нас тоже. Нет, не играл. Я прошу прощения. Космический. Раф не играл. И Истим Шинегами. Вот она, Шинегами. Супер. Ну, что ж, вперед, друзья. Итак, давайте-ка сроснимся и посмотрим, что из этого получится. Удастся ли нашей команде быстренько победить врагов, либо же будут проблемы. Итак, думаю, стоит ли атаковать Рафа Классического. Давайте-ка, друзья, вот на этот раз я попробую оставить его на конец. Я не верю в вражескую победу. Итак, давайте-ка я попробую начать с вражеского до не Классического. У него очень мощная атака. Поэтому сейчас я попробую его выбить при помощи лазерных танфу Микеланджело Космического. Очень сильная атака. И что же, противник? Выживает. Ничего страшного. Итак, я думаю, стоит ли использовать защиту. Да, все-таки лучше использовать. Вот, не стоит недооценивать врагов. Поэтому образ капитана Раяна защищает наш отряд несколькими положительными эффектами баками. Итак, вижу защита и еще иммунитет. Вот, а тем временем Синегами призывает демона Они из японской мифологии. И натравливает его на вражеского до не Классического при помощи вот Тигриного Глаза. Супер. Итак, дальше давайте-ка, друзья, я все-таки попробую поджаверить Рафа Классического. И Донни космически стреляет из плазменной пушки, вмонтированной в его скафандр. Ничего себе. С первого выстрела уничтожает противника. Ну, а дальше должно все пойти достаточно легко. Итак, Косморав использует космическую черепашку. Вот, черепашонок Чомпи, по-моему, он его назвал. Из детеныша космической черепашки. Ну, и вот, видите, враги тоже не сдаются. Классический Микки прокачивает атаку, но это уже врагам не поможет. Их слишком мало. Вот, тем не менее, вражеский Донни мультяшный пытался нас забросать сюрикенами. Ну, а мы используем в ответ атаку от Криса Брэдварда. Любимого героя из сериала Микки. Вот, стреляет по коробке с чипсами. И разошедшиеся лучи уничтожает сразу же двух врагов. Ну, что ж, вот такая великолепная победа. И мы идем с вами дальше. Так, продолжаю прорываться по турнирной лестнице. Вот, и давайте-ка, друзья, я посмотрю, кто дальше оставил свой состав. И это вот подписчик с ником музыкант ПРО. Мой состав МакМэн. Итак, 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 друзья, сейчас, прошу прощения, сейчас попробуем подобрать врагов и собрать этот состав. Итак, МакМэн, отлично. Вот, дальше мне нужен Рокзар Раф. Ищем Рокзара. Вот, отлично. Мне нужен Раф. Замечательно. Армагой, Армагон и Кейси Джонс. Вот, Армагон. А где же Кейси, дружище? Кейси Джонс, ты нам нужен. Итак, друзья, вот он, Кейси Джонс. Вот у нас, кто смотрел, есть два Кейси Джонса из фильма и из мультика. Но я взял из мультика, так как на канале есть традиции. Если непонятно, какой герой, он берется из мультика. Что ж, атакуем вражеского лекаря, которым является Бибоп Кролик. И Рокзар пытается его запугать своим криком, воем на луну. Вот, только привлек к себе внимание. Урон не нанесен. Но тогда давайте-ка пусть Армагон попытается закусать Бибоп Кролика. Грызет, грызет и добивает. Отлично. Вот, тем временем, давайте-ка я еще швырну граффити бомбу от Кейси Джонса. Вот, ранили вражеского Микки Ведения. И, надеюсь, Макмен сейчас его добьет своими руками-кувалдами. Отлично. Супер. Вот, тем временем, я еще продолжаю усиливать нашу команду благодаря ярости Рафа. Вот, глаза пылают яростью, у нас появляются положительные эффекты. Крис Брэд тем временем атакует Рокзара. Как видите, то, что он привлек внимание к себе, это здорово. Он очень сильный, неплохо держит удары и, в свою очередь, уже Рокзар контратакует. Удар когтями сверху и Рокстей Кролик уничтожен. Отлично. Ну, а вот, а бой, я думаю, закончит Рокзар. Просто, прошу прощения, это Армагон. Сбрасывает огромный метеор на головы врагов, тем самым уничтожает всех врагов. Ну, что ж, это была идеальная победа. Опять же, благодарю подписчика за этот состав. Он мне понравился. Ну, а мы идем с вами дальше. Итак, прорываемся все выше по турнире на лестнице и берем следующую команду от наших подписчиков. Итак, следующим написал у нас подписчик с ником Умный Кролик. Так, ага. Спасибо, что взял мой состав. Люблю тебя посмотреть. Так, можно состав. Можно, дружище. Итак, так, называется Быстрый Гонщик. Мандагека Киси Джонс. Ну, давайте, друзья, я сразу же начну набивать. Так, Мандагека, Мандагека. Отлично. Кейси Джонс. Вот, непонятно какой, значит, берем из мультика. Кейси Джонс, Кейси Джонс. Восстанавливаем. Так, прошу прощения, немножко кто-то сбился. Итак, Кейси Джонс. Ага. Кейси Джонс. Донни фильм. Ищем, ищем Донателло из фильма. Донни, 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 дружище. Микки из фильма вижу. А где Донни из фильма? Вот он, Донни из фильма. Отлично. Так, еще нужен мне. Так, сплинтер и кран классический. Ну, давайте я сейчас найду кран классического и сплинтера. Так, еще раз перепроверяю. Не сделали ошибки. Так, быстрый гонщик называется состав. Модагека, Кейси Джонс, Донни фильм, сплинтер и кран классический. Да, все верно. Итак, вперед, друзья. Напоминай, команда от подписчика Умный Кролик. Итак, давайте-ка посмотрим, кто нас ждет. Нас ждет Бакстер Муха, вражеский лекарь, плюс оригинальный Миккин, сплинтер, Рафи Генни и Рокстеги мультяшный. Вот, конечно же, я начну выбивать Бакстера Муха и удар языком Мандагека. Вот, ранит достаточно неплохо вражеского героя. Ну, что ж, попытаемся его добить. И Кейси Джонс швыряет взрывчатку, привязанную к шайбе. Отлично. Враг уничтожен. А дальше я уже подключаю к ренгу классического. Вытаскивая себя же из своего скафандра Кембинезона, он прокачивает дополнительную атаку. Супер. Вот, ну что ж, давайте-ка тогда атаковать. Итак, друзья, давайте-ка сейчас я попробую вот атаковать вражеского героя сплинтера. Вот, кстати, битва сплинтеров. Наш сплинтер против вражеского. И наш бьет поязвимым точкам вражеского. И что? И навешивает на него цепи. Вот, тот пытался как-то контратаковать. На это у него не получилось. Вот, что ж, продолжаем битву. И на этот раз уже атакует Донни из фильма вражеского Микки Оригинального. Тоже неплохой удар, но, как видите, враг выжил. И в свою очередь в ярости пытается что-то сделать. Ага, он прокачивает иммунитет для своего вражеского отряда. Вот, враг продолжает атаковать. Ну, а я подключаю Мандагека. Вот, играя на скейте, как на воображаемой гитаре, он прокачивает дополнительную скорость. Вот, и еще какие-то эффекты проявились. Я не понял, что. Тем временем, Рокстеди, вот, мультяшный, атакует каменной глыбой. А я, в свою очередь, подключаю. Давайте-ка, вот, поджарим его при помощи электрошокера Кейси Джонса. Очень мощная атака. Но, как видите, Рокстеди выживает. И да, пришло время массовой атаки. Вот, Кран классический, довольно потирая щупальцы. Призывает в технодром и стреляет из плазменной пушки, вот, по всей территории. Вот, наносит массовый урон и сразу же выжигает всех врагов. Да, это было здорово. Идеальная победа, идеальный бой. Все враги уничтожены. Ну, а мы празднуем победу. Что ж, друзья. Сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Так как времени прошло больше 20 минут. Не хочу, вот, делать слишком длинные ролики. И на этом уже с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Напишите в отзывах, комментариях своей команды. Я их буду брать по очереди от самых первых. И пока будет возможно снимать. Ну и, кроме того, самое главное. Чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. Ну, почекай, ты, я же не закин...